Всех приветствую и сегодня, как вы поняли по названию видео, мы будем бороться с цензурой ютуба гуглом вонючим. Значит, в чем заключается цензура? Ну, например, я такой умный, хочу это, написать какое-то важное изречение, которое, в общем-то, противоречит политике мировых корпораций, но при этом, естественно, оно несет важный посыл, и его должны видеть все, кто прочитает, например, мой коммент на ютубе. Вот, я его ввожу и отправляю, после чего, как бы, вроде бы оно осталось, вроде бы все дела, давайте-ка релодим страницу, то есть перезагружаем ее, и смотрим. Все еще осталось. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Так, 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 так. Вот, все. Все, мы не видим этого сообщения. То есть, вот так вот ютуб цензурирует всякие сообщения. Не обязательно, конечно, они должны быть такими, просто я для примера взял то, что он очень не любит, то есть, например, там какого-то политика упоминания, или же матюки, или же вообще могут быть какие-то просто странные слова, там, с сексом связаны и так далее. То есть, там сосет, например, будет у тебя в предложении сосет, и они, в общем-то, забанят предложение. Значит, как с этим бороться? Дело в том, что, скорее всего, они натаскивают нейросети на поиск такого контента, то есть, то, что кто-то банит, то, что кто-то пишет, как это делают, вот, пожаловаться. То есть, когда вы жалуетесь, скорее всего, то, на что вы нажаловались, отправляется в нейросеть, и, в общем-то, она добавляет это в банлист, и ищет совпадения, и как-то все это сеет. Естественно, в каком-то русскоязычном пространстве всех, кто не любит Путина, будут баниться нещадно, и их комменты не будут видны, потому что большинство, собственно, жалуется на их комменты, связанные, вы поняли сами, с кем, и так далее. Значит, как же с этим бороться? Ну, например, мы вводим вот это вот все вот сюда. Я дам ссылку на этот сайт под видео, и мы создаем какие-то вот такие вот корлючки. Ваша задача среди вот этого всего найти то, что хорошо читается, по крайней мере, вам хорошо читается этим русскоязычным. То есть, естественно, гугл-переводчик это не переведет, то есть, иностранцы не смогут это все прочитать. Ну, может, оно и к лучшему. Ну, и, в общем-то, выбирайте. В принципе, они могут даже в таком случае что-то придумать. Ну, вот, например. Вот так. А, блин, оно... Ну, давайте вот так. То есть, там можно просто кликнуть вот сюда, видите, и копиет. То есть, она копируется к вам. Вы включаете, естественно, можно звездочки убрать. Но мы можем прочитать, в принципе, вот это. Ну, или давайте еще чего-нибудь замутим. Так, это другое. Это то же самое, но только в профиль. Еще давайте оно зажделаем. Так, 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 так. Так, так, так. Маленькими буквами. Вот, давайте вот это. Тут как раз вот так, допустим. Оно очень, так скажем, наглядно показано. И давайте же отправим. И теперь подождем. Давайте перезагрузимся. Удалилось, не удалилось. Ну, как вы видите, пока что не удаляется. Ну, конечно, это не факт, что потом не удалится. Так, стоп. Не надо это смотреть. Я забыл, что я на видео снимаю. В общем, как вы видите, не удаляется. Вы можете таким образом преодолевать цензуру при помощи транслита. Также есть похожие сайты F-Symbols, например. И тут тоже есть генератор символов. Но здесь, короче, какой-то такой генератор, который все-таки детектится. И то есть не все из этих вещей они прокатывают. YouTube их уже распознает. Ну, а здесь, как бы, оно вообще довольно случайно генерируется. Поэтому, собственно, натаскать будет, короче. YouTube и так, извините меня. Скорее всего, кто-то до меня до этого догадался. Потому что я заметил, что безобидные совершенно сообщения моих подписчиков банятся вполне себе. То есть там, например, слово сосет добавил он. И все. И его комментарий улетает, как бы, в никуда. Никогда не возвращается. Как ни странно, несмотря на то, что в нем ничего такого нет. Казалось бы, он должен потом вернуться, когда его, например, кто-то живой проверит. А нет, похоже, все предоставляется вонючим роботам, которые все цензурируют. То же самое вы можете здесь замутить. Значит, давайте выделим. Ctrl-C, Ctrl-V. И вот, как вы видите, мы можем вот такие тексты печатать. Вот их, мне почему-то кажется, в последнюю очередь будут блокировать. Ну, потому что трудно натренировать алгоритм на то, чтобы он еще и такие паттерны распознавал. Это ВКонтакте Doguran.ru такой сайт. Все сайты вы увидите в описании, под видео, ссылки на них. Ну, и, в общем-то, это способ обходить вонючую цензуру, причем, которая очень меня бесит. Как она меня бесит? То, что вот, например, мне кто-нибудь написал гадость какую-то, но мне она показалась, в оповещениях пришло, что мне написали, что я, короче, это, говно, все ролики мои говно, дизлайк отписка, все дела, вагон дизлайков и писюнчик такой с символами. А я хочу этого чувака забанить, но я не могу этого сделать, потому что для этого мне нужно перейти на комментарий, а он уже заблокирован. И получается, что и меня оскорбили, и покарать того, кто это сделал, я не могу. И это очень обидно, если честно. Зато, как бы, это, когда я что-то хочу написать так, чтобы кто-то другой это увидел, то есть я, например, хочу это, критику какую-то, какого-то ролика вставить, она не проявляется, то есть ее сразу же банят и так далее. И хоть этот автор, он увидит то, что я написал, но я-то конструктивную критику написал, то есть что он обманщик, что он рекламирует лохотроны, допустим. А получается, что ютуб работает отрицательной селекцией, то есть потворствует всяким этим троллям, просто тем, кто любит гадить ютуберам и не только, другим, например, комментаторам. Мешая их банить и при этом, как бы, никак не ликвидируя проблемы. И при этом, наоборот, настоящую критику, которая должна быть увидена кем-либо еще, кроме тебя, он как раз-таки и блокирует. По творчеству я там обману, лжи и так далее. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, ставьте лайк, если вам помогло это видео. Конечно же, использовать эту фигню, скорее всего, будут такие же тролли и говнюки. Но надеюсь, что кому-то вроде меня, то есть тому, кто не использует эти свойства для ВАЗО, она тоже поможет. То есть это видео поможет кому-то хорошему, а не только плохим. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.